здравствуйте дорогие друзья и мы продолжаем цикл наших профориентационных встреч и сегодня по моему мнению одна из самых интересных встреч и мы поговорим о направлении которое движет изменениями во всех сферах нашей жизни мы поговорим о профессиях связанных с медициной схеме биотехнологиями немножко хотела бы разделить нашу встречу на три части первое есть очень много специальности в этой сфере которые студенты могут получить за два-три года это такие базовые профессии но которые на сегодня очень высоко востребованы и имеют высокий уровень оплаты я подготовила целый список таких профессий со статистикой и требованиями сегодняшнего рынка труда канады это первое направление мы поговорим о программах короткого образования второе направление мы поговорим с вами о университетском образовании это научное исследование и специальности более длительного четырех пяти шестилетнего образования и еще одно направление мне хотелось бы немножко поговорить с вами о профессиях будущего которые уже сегодня и сейчас преподаются ведущих университетах и колледжах мира вот такие у нас будет с вами три блока я надеюсь вам будет интересно и полезно ну и начнем с первого в наших предыдущих видео мы уже рассказывали о том что система образования за рубежом подразумевает несколько фаз образования если вы учились два года вы получили диплом если вы учились три года вы получили advanced диплом можно так сказать диплом более продвинутого уровня и когда вы учились четыре года вы получили диплом бакалавра так вот сегодня мы будем говорить о профессиях базовых когда вы учились только два года такие специальности в основном наши ребята получают в колледжах но на сегодня тенденции рынка труда и тенденции изменения в образовании мы можем увидеть такие специальности и во многих ведущих университетах и так что же какие направления у нас с вами есть если мы хотим получить короткое двухлетнее образование здесь будет очень много специальности которые будут связаны с защитой окружающей среды это люди лаборанты которые берут заборы воды и воздуха производят какие-то технические исследования которые занимаются контролем защиты окружающей среды контролем качества воды все эти профессии носят короткий и очень практичный характер и их можно получить уже в колледже в колледже университетах всего лишь за два года уровень зарплаты как и говорила я прям сделала целую выборку со статистики с государственного сайта а так вот уровень зарплаты сегодня просто для лаборанта лаборатории технист это просто лаборант который в химической лаборатории работает 39 долларов 39 долларов в час химик технолог 82 тысячи долларов в год технолог пищевых продуктов зачесалась сюда нам с вами эта специальность 96 тысяч долларов вот и это базовое образование это вы учились в колледже всего лишь два года сюда бы я отнесла специальности которые связаны с лабораторным исследованием для людей как мы видим с вами даже в реалии украинской медицины сейчас медицинские лаборатории практически на каждом углу именно поэтому и это направление в образовании в украине и за рубежом вот у меня еще один помощник появился в кадре а это образование в украине и за рубежом набирает совершенно другие обороты количество лаборантов которых нуждается америка по статистике бюро трудовой статистики в сша на 2024 год возрастет на 16 процентов только америке потребуется 52 тысячи лаборантов медицинских лаборантов которые делают исследование образцов человеческой крови и других жидкостей поэтому задумайтесь о том что такое короткое образование может вывести вас такую сферу где вы сделаете свой первый шаг и поймете для себя нравится ли вам в принципе эта сфера труда и хотите ли вы в дальнейшем строить свою карьеру химио-био или медицинских направлениях инженеры-биомедики здесь очень большое количество специальностей особенно если мы говорим с вами о протезировании протезирование разработка медицинского оборудования радиологического оборудования оборудование для проведения операций огромное огромное направление в образовании инженеров-биомедиков и это все будут разные формы обучения в основной своей массе все эти специальности это будут университетского рода программы длительность обучения здесь будет 45 лет и стоимость образования здесь конечно немножко будет выше чем предыдущие но и уровень зарплат сразу приведу вам статистику которую я подготовила инженер-биомедик 186 тысяч 124 тысячи 218 но это все за 100 тысячами это зарплата в тысячах долларов в год поэтому задумайтесь это очень интересное направление если вы уверены в том что вы хотите делать карьеру именно в этой сфере это направление на стыке нескольких наук является впереди самым востребованным впереди планеты всей следующее направление биотехники в основной своей массе биотехники работают в командах больших исследовательских центров но при этом биотехники нужны на службе бизнеса это фармакологические фабрики фармацевтические компании косметология здесь уровень зарплаты будет таким же высоким все это будет за 100 тысяч но немножко ниже чем когда мы говорим с вами о биоинженерии и опять же статистика бюро трудовой статистики сша нехватка на сегодня биотехники в экономике америки более 14 тысяч мест это более 15 процентов дополнительно страна хотела бы получить специалистов в этой сфере еще одно интересное направление биохимия биофизика мы уже говорили с вами в наших предыдущих встречах что очень много профессий сегодня возникает именно на стыке наук ничего нет статичного и ничего не существует в замкнутом пространстве все интегрировано и взаимосвязано между собой именно поэтому и многие предметы в западном образовании преподаются как науки и преподаются в контексте слияния этих наук соответственно и профессии которые возникают на рынке на стыке этих наук носят и такое же название и включают в себя глубокие знания в нескольких отраслях биохимия биофизика две области в которых на сегодня уровень зарплаты стартует точно также от 100 тысяч долларов нехватка 18 процентов статистика которая у меня есть я скачала с сайта бюро трудовой статистики сша америка большой рынок и труда и образование и поэтому а пусть эти цифры дадут вам общее понимание того что глобально происходит в мире химики технологии химики технологии это группа специалистов которые занимаются не только лабораторными исследованиями но это люди которые разрабатывают для нас вами новые лекарства новые какие-то химические продукты улучшают процессы обменные в организме но это может быть не только связано конкретно с медициной но и больше связано с фармакологией и фармацией зоологи биологи не будем останавливаться на этих профессиях я думаю для всех понятно в какой сфере они работают микробиологи микробиологи сегодня одно из самых востребованных направлений и соответственно в этой отрасли один из самых высоких уровень зарплат на сегодня количество бактерий вирусов и различных паразитов окружающих нас открывается каждый день учеными большом количестве и соответственно мы должны понимать как нам жить со этим ну жить скорее не совсем этим а с пониманием того что теперь мы знаем о их существовании и как нам защитить наш организм от влияния бактерий вирусов мы с вами столкнулись вот с одним из вирусов который уложил на лопатки церлый земной шар надеемся что мы будем работать с вами над улучшением нашего иммунитета и здесь нам помощь нужны врачи иммунологи и о них мы поговорим чуть позже но я думаю что в любом случае наше здоровье находится и в наших с вами тоже руках а генетики и консультанты по генетическим вопросам здесь мы говорим не только о генетике когда мы рассматриваем рождение ребенка и понимаем на сегодня я думаю вы уже знаете о том что родители могут предварительно принять решение когда ребенок должен быть зачат выбрать пол таким образом ребенка четко понимать какие гены он унаследует от мамы какие гены он унаследует от папы и таким образом вот прям сконструировать своего будущего малыша этими занимаются собственно генетики масса других научных исследований которые проходят в этой области помогают выявлять врожденные пороки на радиус ранних стадиях предотвращать генетические заболевания или каким-то образом минимализировать их влияние на развитие человечества эпидемиологи мы уже говорили с вами о микробиологом и эпидемиологи они перекликаются между собой и в этом контексте это вот две таких отрасли которые очень важны сегодня для развития жизни и вот эти несколько специальностей которых я уже говорила и мне сюда бы хотелось добавить несколько специальностей которые будут востребованы с 2025 года но на сегодня они уже преподаются в университетах и наверное даже неправильно я сказала будут востребованы они уже на сегодня востребованы в мировом сообществе именно поэтому они уже разработаны и преподаются в лучших университетах и колледжах мира айти медицина мы видим с вами как айти технологии проникли абсолютно во все сферы нашей жизни и соответственно специалист который хорошо знаком с айти создает базы физиологических данных и управляет ими помогая медикам создавать программное обеспечение для лечения и диагностики заболеваний на ранних их стадиях самым простым примером являются наши с вами часы которые мы носим на руках айвач или верса или другие часы которые уже помогают нам отслеживать биение нашего сердца температуру тела кровеносное давление вот это один из самых мелких примеров над которыми работают эти медики и на самом деле сегодня в медицине происходит большая революция вот этих больших данных накопленных столетиями на земле у исследователей появилась бесценная возможность быстро собирать анализировать большое количество информации на основе многочисленных кейсов по всему миру и значит человек способный управлять такими медицинскими базами точно не останется без работы и этот специалист называется айти медик еще одно направление архитектура медоборудования это отдельное направление оно сегодня преподается в восьми университетах по всему миру от европы до северной америки и специалист в этой отрасли соединяет в себе несколько отраслевых направлений это конечно же инженерия это компьютерная графика материаловедение сопромат на детали машин электротехника и он обладает очень хорошим креативным и пространственным мышлением он понимает анатомию физиологию человека и именно на основании этого хорошо разбирается биохимических процессов и данное направление на сегодня это раздел больше академической науки которая на самом деле на службе у бизнеса для создания машины и оборудования биоэтик если возникают отношения человека и медицины возникают соответственно какие-то юридические аспекты этого взаимодействия и биоэтика как одно из направлений сегодня широко развивается по всему миру особенно когда мы говорим о клонировании когда мы говорим о каких-то генетических вмешательствах жизнь людей когда мы говорим о протезировании или других направлениях поэтому специалисты биоэтики работают как в юридических компаниях так непосредственно в клиниках и госпиталях образование в этой сфере 45 лет в зависимости от того какую страну вы выбираете генетические консультанты мы с вами уже разбирали это направление но хочу сказать что новый контекст носит она сегодня как инновационная специальность это вот первичный и плановый генетический анализ в диагностических целях который помогает определять насколько здоровым будет ребенок который помогает обрабатывать данные с различных диагностических устройств и составлять наилучшие заключения и рекомендации периода рождения ребенка либо лечения каких-то заболеваний во время беременности мы помним с вами такое название как семейный доктор так вот новое направление появляется медицине она называется сетевой доктор и особенно то что касается рекомендации которые то что касается встреч с семейным доктором многие пациенты выбирают встречаться с доктором онлайн такие сетевые доктора уже широко работают в китае и в японии и в других азиатских странах я думаю что они скоро придут и в украину что избавит нас с вами от длинных очередей и физического присутствия в таких публичных местах поликлиника не является самым позитивным местом и здесь высококлассные специалисты должны будут конечно же обладать глубокими знаниями войти сфере потому что сетевой доктор это человек который не только владеет медицинскими знаниями но умеет очень быстро анализировать симптомы пользоваться теми базами данными которые нам уже создали биотехнологии и внедрять это в жизнь выбирая наилучший и оптимальный вариант лечения мы уже говорили с вами тоже предыдущих видео о том что население планеты земля стареет что значит стареет это мы стали жить с вами дольше продолжительность нашей жизни очень значительно увеличилась я думаю что столетие празднование столетий это очень скоро станет обычной процедурой и надеюсь когда-то дожить до этой чудесной даты так вот в соответствии с этим появилось новое направление медицине она называется консультант по здоровой старости геронтология как наука изучает вообще процесс старения но мы же хотим с вами быть активными здоровыми и счастливыми значит должен появиться кто-то кто поможет нам с вами правильно выбирать питание образ жизни и то что можно рекомендовать человеку 50 лет наверное у человека 70 90 лет будут другие рекомендации и по физической нагрузке и по умственной активности я думаю что чем старше мы становимся тем чаще мы должна должны тренировать вот эту самую главную нашу мышцу и тогда молодость будет с нами всегда следующее направление эксперты по персофеницированной медицине это специалисты которые анализируют конкретную генетическую карту пациента мы все с вами разные мы все уникальные и поэтому лечение одной таблеткой всех заболеваний у всех людей на земле ну не может такое работать особенно в современном мире и тогда при возникновении какого-то заболевания именно этот доктор разрабатывает индивидуальные программы для в первую очередь диагностики профилактики и лечения заболеваний если в этом есть необходимость на сегодня эта специальность уже не является редкой эксперты персонифицированной медицины сегодня больше 20 учебных заведениях можно получить эту специальность направление инновационные очень востребовано и если мы говорим с вами о том насколько она в тренде то из всех перечисленных специальности ранее она возглавляет топ-5 и еще одно направление о которых бы мне хотелось поговорить это проектирование новых учебных лечебных учреждений мир драматически меняется на сегодня уже создаются клиники госпиталя в которых наряду с физическим вторжением в организм наряду с операциями применяются какие-то инновационные методы применяются на на технологии применяются достижения нейробиологии нейрофизики и применяется нетрадиционные методы лечения связанные с общением с животными я сама лично была свидетелем того как в госпитале в городе рыджай на палату к онкобольным детям приводили собак я была на экскурсии в университете и меня это очень сильно поразило при этом этих собак перед тем как они зашли палату просто протерли перчаткой их не никто абсолютно стерильным ничем не обрабатывал это были обычные собаки которые да которые живут доме это домашние собаки это не бездомные собаки но столько радости и столько счастья они принесли этим детям и соответственно для того чтобы клиники могли принимать животных которые будут поддерживать больных они должны соответственно иметь определенную архитектуру определенные места для таких встреч и соответственно вот проектанты внутри клинии жизни внутри клиники это новое направление и в архитектуре и в медицине и здесь тоже как я уже говорила ранее на стыке очень много профессий и очень много технологий так вот вот мой обзор наверное уже закончен на сегодня я хочу поблагодарить вас за участие в нашей встрече если у вас есть вопросы пожалуйста оставляйте их под этим видео и мы обязательно раз ответим на ваши вопросы в наших следующих встречах первую очередь хочу пожелать всем здоровья оставайтесь здоровыми счастливыми удивляйтесь каждый день этому чудесному миру и мир будет приятно удивлять вас в ответ и оставайтесь с нами на волне эффективного образования хорошего всем вечера поэтому и и и и и